Ну что, готовы? Заходите, заходите, проходите все. Значит, смотрите, ребят, объект действующий. Будущих строителей встречает директор компании. Сегодня он не просто гид, а учитель, который на практике рассказывает и показывает, что такое строительство многоквартирного дома. Объект в 13 этажей почти завершен. На придомовой территории началось благоустройство, а внутри идут отделочные работы. Далее вы накидываете туда арматуру, сетку арматурную. Единственное, что делаете так, чтобы она вот сюда вот не выходила. Ребята получают специальность мастер общестроительных работ. Учатся на втором курсе. Экскурсия за делом на будущее. Впереди преддипломная практика и директор приглашает пройти ее на его объектах. Тем более, что неподалеку началось строительство второй многоэтажки. А пока можно подработать в качестве отделочников. Мы изучаем такие профессии, как каменщик, монтажник, сварщик, арматурщик. В общем, все работы, касающиеся строительного процесса. Ребята учатся с интересом. Мы изучаем теорию, затем они закрепляют эти знания на практике. Ну и вот сейчас у нас стоит вопрос, то, что они подходят к окончанию третьего курса, подойдут к окончанию и с выбором профессии. Поэтому у нас задача была прийти на строительный объект и именно вживую посмотреть, что собой представляет стройка. В будущем хотел бы заняться строительством из быстро собираемых конструкций из профиста. Сначала просто научиться работать как обычный строитель, потом можешь высшее образование получить, стать прорабом, уже самому командовать стройкой. Руководитель стройки рассказал, как мы работаем, как у нас будет происходить рабочее действие. То есть очень интересно, есть желание дальше продолжать учиться, ну и приходить на стройку, получать новый опыт, работать. Всю жизнь на стройке, да? Соответственно, вот смотрите, самое-то главное, да? Пояс, страховка. Директор на примере экипировки стропольщика с многолетним стажем показывает, как важно соблюдать технику безопасности. Стропольщик – это специалист, который умеет правильно подавать груз на высоту. В его арсенале различные грузозахватные приспособления, стропы, траверсы, захваты, закрепляющие груз на крюки подъемного механизма. На самом деле строительных специальностей много. Главное, чтобы студенты выбрали себе направление по душе. Я хочу заразить их любовью к строительству. Я хочу, чтобы они поняли, что все-таки строительная профессия – это одна из основополагающих профессий, на которых стоят страны. Поэтому, если у меня это получится, хотя бы 10-15% тех студентов, которые сегодня к нам пришли, они все-таки свяжут жизнь со строительством. Ну, я считаю, что это очень хороший показатель. Потому что сейчас у нас мы испытываем дефицит кадров. У нас сейчас работают многонациональные бригады. И все потому, что наш рабочий класс мы не воспитали. Значит, сейчас то уникальное время, когда мы действительно должны сосредоточиться на воспитании рабочего класса, чтобы в течение пяти, может, даже десяти лет заместить профессионалами, именно российскими, молодыми ребятами, которые любят свое дело и будут работать на благо страны. Профессия строителя сейчас на рынке труда – одна из самых востребованных и хорошо оплачиваемых. Наш город активно развивается, строится, реализуются масштабные проекты. Поэтому без работы хороший специалист никогда не окажется. Виктория Летита, Егор Бондаренко, Артемовский телеканал «Лента». Бондаренко, Артемовский телеканал «Лента».